Рада приветствовать у себя в гостях Викторию, эксперта парфюмерии и владелицу собственного онлайн-магазина парфюмерии. Расскажи, из какого ты города и как пришла в парфюмерию? Валерия, привет! Меня зовут еще раз Виктория. Я из Москвы. И я давно уже, достаточно давно занималась ароматами. В основном занимала для себя, для своих друзей, подруг. И я понимала, что мне не хватало знаний. Мне не хватало уверенности, что я несу для девушек. Поэтому я пошла на простор интернета посмотреть, какие есть курсы. И нашла твою студию. Я сюда пришла, посетила мастер-класс и поняла, что я хочу идти обучаться дальше. А сколько лет ты уже до этого была в парфюмерии? Ну, года три. Года три. А как ты к этому пришла? Почему вдруг продажа парфюмерии? Я к этому пришла, потому что я очень люблю ароматы сама. То есть я, если куда-то ездила путешествовать, я оттуда привозила ароматы. Мне супруг дарил. Девочки мне всегда дарили тоже на праздники, потому что они понимали, что я их очень люблю. И у меня уже, конечно, собралась своя коллекция. Я поняла, что я о своих ароматах могу рассказать, потому что я чувствовала их. И девочки мне говорили, Вика, ты так красиво про них рассказываешь. Мы тоже хотим послушать твои ароматы, попробовать на себе. И они мне говорили, что вот, может быть, ты нам какие-то мастер-классы проведёшь. А я понимала, что у меня нет для этого знаний. Поэтому я поняла, что я хочу идти учиться. То есть у тебя была такая потребность в знаниях? Да, однозначно. Ты её удовлетворила? Очень хотела прокачать себя. Я её, да, конечно, удовлетворила. А что самое запоминающееся тебе было на курсе в процессе обучения? Что понравилось? Ой, это мне было настолько интересно, потому что я действительно пошла осознанно на этот курс. Потому что я уже, так как я здесь была у тебя в студии на мастер-классах, я видела ингредиенты, я слышала атмосферу в этой студии, какая она. Прям точно осознанно знала, что я хочу. И мне не было сложно, мне было интересно. Я с удовольствием слушала ноты, я с удовольствием смотрела твои записи, я с удовольствием смотрела те ссылки, которые ты нам давала. То есть мне прям очень было всё интересно. Как 30 нот распознаёшь? Да. Сейчас я их уже распознаю, потому что мне очень легко дались, правда, цитрусовые, цветочные ноты. Древесные ноты были свои нюансы. Но мне всегда твои кураторы говорили, мы никуда не торопимся, мы всё делаем для себя в удовольствии. Поэтому если ты сконцентрируешься, сядешь, разберёшься, то всё очень доступно и легко. Хорошо. Слушай, а были какие-то у тебя сложности на пути, когда ты стала заниматься парфюмерией? Сложности, наверное, всё-таки тогда, когда у меня собралась коллекция уже в своих ароматах. И я подходила к своему столику парфюмерному, и я понимала, ну, вроде бы я их знаю, свои ароматы, я их люблю. Но я вот уже не понимаю, а куда какой аромат нанести? То есть у меня у самой уже лично были сложности в этом. И мне, конечно, хотелось понимать, могу я этот аромат нанести сегодня, когда я иду с детьми куда-то гулять, а могу ли я его нанести, если у меня там праздник какой-то намечается. И вот здесь я уже понимала, что я хочу понимать. Так, разобралась? Да. Теперь я точно знаю. А как изменилось, вот у тебя уже были клиенты, вот это до и после обучения, изменилось их какое-то поведение, отношение вот с тобой? Ой, мои клиенты, это моя любовь. Потому что я сейчас в каждом отзыве слышу о том, что они мне пишут, Вика, они мне благодарят за мою экспертность. То есть раньше они так говорили, ой, Вика, спасибо, ты нам подобрала хорошие, интересные ароматы, но дальше после этого там ничего не шло. А сейчас они постоянно говорят, это так экспертно, это так интересно, мы об этом нигде не знаем, мы об этом нигде не слышали. И у меня такие есть запросы, что девочки ко мне приходят даже как к психологу, такие запросы там насчет бизнеса, насчет личной жизни. Очень много у девочек запросов вот подобрать ароматы для личной жизни, для свидания, для там, не знаю, мужа. И всем все очень нравится, все, что я подбираю, всем очень нравится, и девчонки, правда, благодарны. Ну что, неужели нет того, кому не понравилось бы что-то? В ближайшее время вот после обучения у меня, правда, не было. То есть мы всегда разбираем запросы у девочек, я разбираю, и мы подбираем несколько ароматов. Конечно, из того, что я подбираю, есть там те ароматы, которые они говорят, ну, мы, наверное, к ним не готовы. Я понимаю, что, может быть, действительно, им можно к ним вернуться чуть-чуть попозже. Поэтому, ну, в основном, в таком русле. Поняла. А кем ты видишь себя в будущем в парфюмерии? На данном этапе я точно хочу проводить мастер-классы. Мне очень нравится общение с девочками, мне очень нравится их отдача, мне очень нравится их интереска. Поэтому я вот пока на данном этапе хочу больше как спикер, как проводник в парфюмерии. Тебе нравится работа с клиентами, да? Да, да. Поняла. Это мне больше нравится. А как бы ты описала для себя нишу парфюмерии, что это для тебя одним словом? Ведь у тебя есть еще какие-то другие проекты, бизнесы. Ну, да, есть, но ароматы для меня, то есть вот как сейчас я смотрю на флакон, то есть это для меня не просто вода там какая-то во флакончике. Я понимаю, что это целый мир для меня сейчас. Я больше стала понимать, что парфюмер хотел донести для нас через аромат. То есть мы с помощью аромата можем даже куда-то в путешествие как будто бы поехать. Через аромат мы можем что-то прочувствовать. То есть для меня это прям огромный мир. А вот скажи, какие бы ты советы дала тем начинающим, которые тоже делают свои первые шаги в парфюмерии, хотят продавать парфюм, хотят также проводить мастер-классы, но сомневаются, их не их, не знают, с чего начать. Как ты, когда ты была несколько лет назад? Я им, конечно же, посоветую, чтобы не боялись развиваться. Обязательно надо прокачивать свои знания, обязательно надо идти обучаться. Даже если ты думаешь, что ты знаешь уже что-то, ты на каком-то уровне, то всегда есть куда расти. И надо всегда идти вперед. Сейчас мир парфюмерии, он настолько разнообразный, он настолько быстро прям шагает вперед. И всегда, чтобы быть в ногу со временем, надо просто смотреть разные курсы, посещать разные выставки. И твой курс для меня это просто был такой подарок, потому что я знаю, что без него бы я сейчас вот такого уровня не достигла. Он очень интересный, он очень современный. Ты очень много всего даешь нам, потому что ты сама очень много ищешь разных статей, информации. И это очень ценно. Поэтому девочкам я советую не бояться, а идти обучаться обязательно. А что тебя сейчас вдохновляет в парфюмерии? Какие-то перспективы, куда-то ты там смотришь, на что-то поглядываешь. Что это? Меня вдохновляет. Но я очень люблю, конечно, еще посещать выставки. И я смотрю, конечно, за твоими соцсетями, я понимаю, сколько всего в мире. И мне так хочется тоже поехать куда-то... Зарубежно. Да, зарубежно, другие выставки, посмотреть, как там все это происходит. Мне это очень интересно. А давай поговорим еще про покупателя в России. Вот кто покупает у тебя парфюм на распиев, полноразмерные флакончики. Ты видишь, как... Ты уже три года, да? Ты видишь, как меняется из года в год потребитель или в принципе нет? Вообще, вот исходя из моих клиентов, из моего опыта, я вижу, что людям стало интересно тоже развиваться. Сейчас очень многие девчонки, девушки, женщины, они тоже понимают, что парфюм это не просто так для нас создано. Он несет намного больше, намного глубже. И поэтому девочки тоже хотят. Может быть, они не пойдут учиться, но им все равно интересно правильно, экспертно подбирать для себя ароматы. Они хотят четко знать, например, для чего этот аромат был выпущен. А что в этом аромате интересно. Поэтому потребитель, он действительно тоже растет, ему хочется идти тоже в ногу со временем. И я тут недавно путешествовала, была в Армении, да, и я посетила салон красоты. Я там разговаривала с девочками, и у них там вообще такого нет. То есть они не знают, что такое аромат на распив. Им стало это очень интересно. К ним приходишь в магазин, я разговаривала с консультантами, там совершенно другой уровень. То есть я понимаю, что я тоже даже где-то знаю больше. То есть мне вот прям это было, я четко это увидела и почувствовала. То есть потребитель, как бы запросы растут, и важно соответствовать. Ну что, благодарю тебя за интервью. Мне было очень приятно узнать, как о твоем пути, о твоих перспективах на будущее. Пусть у тебя все получится. И работа с клиентами, и проведение мастер-классов, пусть оно тебя так же увлекает и раскрывается в дальнейшем больше. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Спасибо.